МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, уважаемые ангарчане! Сегодня в нашей студии Раевская Людмила Владимировна, заслуженный работник образования, почетный гражданин Ангарска и директор гимназии номер один. Добрый вечер, Людмила Владимировна. Здравствуйте, Анатолий Алексеевич. Мы так много, в том числе и с вами, здесь, в этой студии и в других различных инстанциях, говорили о долгожданной школе. И вот сейчас, когда, казалось бы, уже все там готово, все сделано, почему-то идет оттяжка. И насколько она и как, никто сказать точно не может. Мы решили обратиться к первоисточнику, то бишь к вам, чтобы вы нам разъяснили, что там происходит и когда, наконец, школа откроет двери. Ну, Анатолий Алексеевич, школа, конечно, очень долгожданная. Вы знаете, что она изначально предназначалась для первой гимназии. Вот вместе с вами мы тоже прошли некоторые этапы пути, когда добивались вы финансирования этой школы. Наконец-то мы ее получаем. Но прошло 28 лет. Да. 28 лет. И я хочу сказать, что даже не оттяжка, проблемы есть. Проблемы, конечно, есть, потому что проблемы, прежде всего, в самом проекте. Проект был изначально, вы помните, когда это еще начало 90-го года. Несколько раз он корректировался, и последний раз он был скорректирован 5 лет назад. Все меняется, меняются требования, меняются нормы санпиновские. Поэтому все, что нужно было вносить в проект, на это потребовалось много времени. Это первое. Второе, конечно, вопросы финансирования. И обещали все губернаторы, которые только избирались о том, чтобы заниматься школой. Ну и тем не менее, вот слава богу, год назад, это очень маленький срок для того, чтобы поднять такую школу большую. И она уже вот-вот на выдании, наша родная гимназия номер один. Вот первая причина – это корректировка проекта. Вторая причина – уже кое-что было построено, сносили и заново строили. Пришло и сломать. Да. И третья – вот в связи с нормами, новыми нормами, требованиями, конечно, приходится очень многое изменять, в том числе и оборудование. Мы очень так активно работаем и со стройкомплексом, и работаем с нашей службой муниципального хозяйства. Вот за полгода пришлось нам очень много сделать, очень много. Вплоть до того, что по каждой единичке по оборудованию, а там огромное количество, там сотни этого оборудования, нужно было отработать по каждой единичке, потому что кое-что вообще даже уже в производстве нет, кое-что устарело. Поэтому отчего отказывались, искали новые места, новые адреса, где можно заказать другое оборудование. А потом нужно было все это свести и по количеству, и по стоимости. Это очень была огромная работа проведена, и это мы сделали. Сегодня все это готово, но теперь поставки задерживаются. Поставки, потому как это очень такой серьезный большой процесс. Ну и я так думаю, что еще причина в том, что... Хорошо бы выстроили один объект в этой школе, учебное здание, и сразу бы прошли экспертизу тех же надзорных органов поэтапно. На сегодня, на сегодня учебные корпуса полностью готовы. Уже кабинеты все под ключ, стоит мебель, можно заходить и, по крайней мере, образовывать наших детей. Задержка только в актовом зале клубного блока. И это связано с тем, что почему-то выброшен из проекта был амфитеатр, сцена в актовом зале. Нам пришлось все это заново поднимать и доказывать, что это должно быть. Должно быть в связи с большим художественно-эстетическим отделением нашей гимназии. Поэтому тоже это очень много заняло времени. Ну, к новому 2020 году сдадим. Я думаю, что стройкомплекс сдаст, но мы туда еще не переедем. Почему? Для того, чтобы нам переехать, нам нужно иметь лицензию на образовательную деятельность. Что касается образования, то нам ничего там менять не надо. Но меняется адрес, значит, меняется. И, естественно, все заключения, вот все эти экспертизы Роспотребнадзора, Госпошнадзора и Стройнадзора. Вот когда они выдадут уже заключение, потом мы должны заявить о том, чтобы нас внесли в реестр образовательных учреждений по данному адресу. Потом мы заявляем в службу по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области о подготовке нам лицензии. Только когда мы ее получим, мы можем туда войти. Вот я не совсем понимаю в современных измерениях, но мне казалось, что если у первой гимназии есть лицензия на образовательную деятельность, то она полноценна. Это лицензия в любых помещениях, на любом месте, где бы не работала эта гимназия. Ну, теперь требуют условия. Ну, понятно. Требуют условия в соответствии с нормативами законодательными. Хорошо. Ну, вот школа находится в седьмом микроэйоне. Насколько мне известно, были некоторые проблемы с местным населением седьмого микроэйона, которое претендует или претендовало на размещение своих детей, на обучение их в этом здании. Как на сегодня обстоит ситуация? Претензии были очень серьезные. Все это болезненно происходило, потому что все считают, что школа построена для детей этого микрорайона. И трудно понять, что это действительно сам проект под конкретную образовательную организацию. Конкретно почему под гимназию? Потому что структура у нас отличается от любого образовательного учреждения. Мы даже с лицеями разные, со школами углубленного изучения отдельных предметов мы разные. В структуре у нас семь отделений. Семь отделений. И каждое отделение требует, естественно, условия, да, обязательно условия требуют. Поэтому у нас... Но дошкольная остается пока в своем здании в 178-м квартале. А здесь у нас начальная школа, отделение основы русской культуры, отделение, естественно, математическое отделение, иностранных языков и художественно-эстетическое отделение с огромным количеством кружков и студий. Поэтому, когда жители увидели, такая махина стоит, они сразу сказали, ну и принимайте, а что это вы туда поедете? Всех принимайте, там же много места, там здание огромное. Так вот, я хочу сказать, что учебное здание, учебное два, начальная школа и основная и средняя школа на 800 мест, на 33 класса комплекта. Мы сейчас имеем уже 906 учащихся и 34 класса комплекта. И когда мы стали объяснять, что мы будем набирать, если будет такое постановление, и нам эту территорию присоединят на следующий год, то это будет только прием в первые классы. Кто-то услышал, кто-то не услышал. Но старались принимать, объяснять, выслушивали всякие претензии, оскорбления. Через все прошли. Мы все-таки сделали немножечко политику в пользу 7-го А микрорайона. Во-первых, мы открыли 5-й класс математический, потому что у нас с углубленным изучением школа предметов. Математический класс открыли для детей 7-го А микрорайона. Но они, как положено, по закону, по постановлению правительства, они сдавали экзамены в этот математический класс. Кстати, сформировался хороший класс. Туда пришла хорошая классная руководительница тоже из другой школы. И вот 5-й Г у нас пока не вызывает никаких вопросов, никаких претензий. Это первое, что мы сделали. Я опять, простите, я опять не совсем понимаю. Все-таки гимназия имеет специфику. Зачем гимназия математический класс? А теперь, Анатолий Алексеевич, все абсолютно инновационные учреждения выходят на классы с углубленным изучением отдельных предметов. Потому что на выходе из 9-го класса мы уже должны иметь в средней нашей школе профильные классы. Они должны формироваться. И по запросу, вот мы гуманитарная гимназия были, и по запросу детей и родителей, вот просто, ну, были такие требования. Нужна математика. И у нас после 6-го класса сильные ученики уходили во второй лицей. Только из-за математики. Ну, думали о будущем. И когда мы посмотрели наши возможности, наши кадры, и когда уже закон об образовании позволил гимназии иметь, тогда ведь четко было определено, гимназия – это гуманитарии, а лицеи – это технические образовательные учреждения. Когда позволили, мы стали формировать в том числе и математические классы. И у нас сейчас идет класс математический, филологический и лингвистический. И все-таки, вот вечный вопрос, который, так сказать, в педагогике постоянно муссируется. Что важнее – образование или воспитание? Вы ведь все-таки делаете ставку на воспитание. Так? Да. Я понимаю, что это гуманитарный. Мы развиваем детей в различных направлениях, потому у нас есть и художественное эстетическое отделение, которое воспитывает детей. Мы знаем такие примеры, когда невозможный ребенок, а мы его устраиваем, и он занимается любимым делом, интересом, он совершенно другой в учебе. Анатолий Алексеевич, воспитанные дети, они, естественно, на первую ступеньку ставят образование. Им нужно это образование в будущем. И образовывать их намного легче, потому что эти дети умеют читать, эти дети умеют решать, эти дети, они продвинутые очень, а мы им подставляем руки. Эти дети понимают, что хорошо, что плохо. Они знают права и обязанности, потому что правовым воспитанием сейчас особенно мы занимаемся, этому уделяем внимание, гражданскому воспитанию. И, конечно же, воспитываем в них эстетов, потому что они, понимаете, когда душа-то образована еще и духовно, это вообще другие люди. И у нас отличаются наши дети. То есть классы с углубленным изучением математики или других каких-то специальных подметов вам нужны, гимназии все-таки? Они нам нужны, потому что эти же дети, они тоже воспитываются, потом образовываются. И мы много вообще-то сделали для седьмого микрорайона, мы практически во все параллели, на свободные места брали детей, именно отсюда был приоритет. Хорошо. Ну, не за горами, так сказать, новый набор, который начинают все школы, в том числе и вы его тоже должны начать. Здесь какие-то тонкости или сложности возникают перед вами, не переехавшими еще в новое здание. Да, Анатолий Алексеевич, к нам каждый день поступают звонки. К нам приходят родители с седьмого А микрорайона, больше седьмой А почему-то. Мы не знаем, какая территория будет за нами закреплена, но седьмой А четко приходят к нам. Они говорят, вот у нас наши окна, смотрят прямо на гимназию, поэтому мы имеем право. И мы объясняем, что прием вообще в образовательной организации начинается с 1 февраля по закрепленным территориям, постановлением администрации Ангарского округа. Вот за нами закреплена территория 178-й квартал, 4 дома 33-го микрорайона, все. Сейчас это будет серьезная проблема. Почему? Потому что мы еще не живем по этому адресу, и до 1 февраля вряд ли мы будем здесь жить. Но и там тоже какая надежда-то, или вернее настраиваться на то, что мы там останемся, не хочется, потому что мы уже здесь живем. Мы здесь уже даже все оформление приготовили. Вот на днях уже вывески будут гимназии номер один на этих зданиях. Поэтому будет очень сложно. Я не знаю, я бы, конечно, сейчас все-таки, если 30, вернее, нашу школу, сегодняшнее здание хотят отдать 37-й школе, наверное, реально было бы закрепить территорию, которую мы имеем, за 37-й школой. Если уже мы сюда переедем, может быть, не в феврале, а в марте, тогда бы мы принимали детей здесь уже, по этой территории. Но как бы сейчас-то мы не имеем права их принимать, у нас еще адреса этого нет. Ни лицензии, ни адреса. И будет очень сложно, потому что некоторые товарищи просто не понимают. Они скандалят, они приходят, в истериках бьются, если такие. Вы же какую-то работу ведете с ними? Каждый день объясняем. Кто понимает, тот понимает. Кто не понимает, да, иногда не слышат нас просто. Хотя мы делаем все, чтобы всех детей как-то устроить. Но не было у нас никогда в гимназии, по нашему сегодняшнему адресу, у нас не было никаких эксцессов. Мы абсолютно спокойно принимали. Мы вплоть до того, что открывали дополнительные классы. Это первое, потому что мы живем для детей в первую очередь. Да, и все ваши заслуги, они, что называется, обозначены и в городе, и в области, и в Российской Федерации. Вы везде на слуху, на виду. И вас отмечают различными наградами, удостаивают различными званиями, которых вы насобирали за эти годы великое множество. Людмила Владимировна, но тем не менее, я имею в виду гимназию. Людмила Владимировна, в этой связи мне хочется задать вам и такой вопрос, что ли, общего плана. Вы педагог с большим стажем, с огромным жизненным опытом. Как вы вообще оцениваете систему образования в Российской Федерации, в области, ну и в городе у нас? Что сегодня вас устраивает, чем вы довольны, и есть ли или в чем вы видите большие проблемы, которые сегодня образованию надо снимать с повестки дня? Анатолий Алексеевич, конечно, я прошла очень большой путь в образовании. Очень большой путь. И знаю советскую систему. И вы сейчас тоже чувствуете, что поднимают эти вопросы и на различных телеканалах. Вот. И ученые спорят по этому поводу, и политики, и депутаты, и кто только чего не говорит. И все-таки считают, что советское образование было самое надежное. Самое надежное, потому что... Ну и хотели дети образовываться. И кадры были очень подготовленные во все времена. Я помню, приехала в город Ангарск устраиваться на работу. Я по очереди была пятисотая учитель русского языка и литературы. Пятисотая. Сегодня первая и серьезная проблема – это отсутствие подготовленных кадров. Их просто по некоторым предметам нет. Это одно. Второе. Вот кто придумывает вот эти все вопросы модернизации, оптимизации? Никакой модернизации-то практически нет. Вот кинули робототехнику, внедряй. Где-то начали. Но ее же надо продолжать. Над этим надо работать. И сегодня говорят, вот цифровые школы, цифровые школы. Где они, цифровые школы? Мы тоже хотели бы быть цифровой школой. Ну, где-то на каком-то там, может быть, вот сейчас, где-то физика пойдет, как цифровая школа, где-то химия. Для этого нужно оборудование. Для этого тоже нужны подготовленные кадры. Поэтому я не вижу никакой модернизации. Ломают образование одни программы, потом другие программы, новые программы, новые учебники. Только закупаем их через два года, их уже списываем. Даже здесь никакой экономии нет вообще в стране. В целом в стране нет экономии, потому что мы уничтожаем, в макулатуру бросаем хорошие учебники. И еще и говорят, нет, вы вот должны вот только в этом издательстве получить учебники. И ни в каком другом. И по субвенции на ученика идет тысяча сейчас семьсот рублей. Чтобы купить бесплатные учебники, вот на эту тысячу семьсот для ребенка можно купить, ну, в лучшем случае, три учебника. А их надо пятнадцать-шестнадцать только в девятом классе. И все деньги уходят туда. Поэтому модернизироваться не на что. Их просто, этих средств нет. Кто как может, кто как сумеет. Вот. И, конечно, вопросы оптимизации на протяжении многих-многих лет, ну, вот они и привели к тому, что и кадров нет, и средняя заработная плата от чего состоит, из чего? Из того, что нагрузили одних, среднюю выдали. А кто как зарабатывал, кто как получал, тот и получал. Сегодня очень большая нагрузка учителей. Это такие одержимые люди. Низко поклониться надо тем, кто работает в школе. Но в большинстве школах нет учителей. Их просто нет. И родители вынуждены сдавать своих детей репетиторам. Ну, хорошо готовят. Хорошо готовят, может быть, репетиторы. Но это же не дело. Это же не дело. И, к сожалению, я бы сказала, что и управляют по вертикали образованием чаще всего дилетанты. Случайные люди. Вот чтобы нормально управлять, чтобы чувствовать школу, надо ее пройти вот от подвала до чертака, то есть снизу до самых высот. Нужно знать, любую проблем в школе не должно быть мелких. Там любая проблема – это проблема. Потому что это все работает на ученика. Сегодня остается большой вопрос. Какой быть в школе дальше? Вот большой вопрос. Ну, я чувствую, что я затронул сейчас самую глубину души вашей. Да, я могла бы говорить и говорить. Причем больное место, что называется. И примеров приводить много. Поэтому давайте на этом остановимся. Я думаю, что все образуется, и школа ваша все-таки займет достойное место в новом здании. И все у вас получится там еще лучше, нежели так, как вы работали в старом здании. Поэтому желаю вам успехов, вашему педколлективу и всем ребятишкам, которых вы воспитываете. Счастье, Анатолий Алексеевич, у нас все учителя. И когда мы провели опрос, кто поедет в новую школу, все 100%. Технички все с нами едут, все сторожа едут. Учеников немного по начальной школе, несколько человек. Родители все. Мы большую работу провели в этом плане. Все готовы уже подняться и все сюда перенести в свою школу. Редчайшее качество коллектива, педагогического коллектива. Да, да. Я очень горжусь своим коллективом. Спасибо вам за это интервью и до новых встреч. Спасибо вам. Спасибо. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин